Спорное решение в селе Вторая Пятилетка Тюкалинского района администрация вынесла остановку общественного транспорта за пределы населенного пункта. Жители, в том числе и школьники, вынуждены преодолевать километровое расстояние, подвергая своей жизни опасности. Люди винят в этом чиновников, а те, в свою очередь, уверяют, что люди сами об этом попросили. Мнение сторон выслушал депутат законодательного собрания от КПРФ Константин Ткачев. Новый учебный год не за горами, а этой проблеме уже несколько лет. Родители учеников бьются с административным безразличием. Бьются, можно сказать, насмерть в прямом смысле этого слова. Раньше школьный автобус делал три остановки в этом селе. Теперь же сюда вообще не заезжает. Возникает большая сложность для родителей и детей. У меня дети занимались и хореографией, волейбол, баскетбол. И, значит, на карате ходили, во всевозможных кружках участвовали. Сейчас нет такой возможности вернуться домой, взять форму, потому что очень много учебников они несут. Расстояние до остановки большое. Плюс еще брать дополнительно, допустим, на карате рюкзак с кимоно и или спортивную форму или на хореографию, и с собой тащить уже два рюкзака. Они успевали, когда газель заходила. Возвращались домой, могли забежать, покушать, переодеться, брали свою дополнительную форму и ехали опять на кружок. Потом этой возможности не стало. То есть расстояние от остановки большое, дети не успевают. Единственная остановка находится за пределами пятилетки, и все жители, несмотря на грязь, снег, дождь или холод, вынуждены выходить на трассу. Да и сам объект сложно назвать безопасным. Нет освещения, отсутствуют знаки, разметка, отбойники. Навести порядок, похоже, местная власть не желает. Там кусты такие, и ребенок, когда выходит на дорогу, он просто практически, ну, выходит сразу раз и на дорогу вышел. И, которая идет машина, не видит сначала, что кто-то выходит на дорогу. Я сама была вот тому свидетелем. Я ехала со стороны Красноусова, хорошо, не на большой скорости, ночью уже, ну, как ночью, в темное время суток. Дети, я дочку везла на занятия, и дети шли на остановку. И маленький ребенок вышел. Она даже, девочка, не посмотрела в сторону Красноусова. Она просто шагнула на дорогу, понимаете? Ну, я знаю, что оттуда поворот. Я знаю, я притормаживаю, допустим. А кто вот бывает отдыхающий, там база отдыха за Красноусова какие-то. Они оттуда летят на джипах. Он даже не заметит, что он проехал по этому ребенку. В управлении образования Тюхалинского района о проблеме знают, но уверяют, что люди сами отказались от удобной транспортной логистики. Ирина Мигунова, как никто, должна переживать за учеников. Женщина много лет была директором гимназии. Однако сейчас очень похоже, что ее приоритеты изменились. Это желание было самих жителей Пятилетки, потому что сколько лет мы подвозили ребятишек, это было несколько пунктов, которые не устраивали жителей. Вы сейчас серьезно об этом говорите? Я вам серьезно говорю. Люди отказались от того, чтобы автобус заходил внутрь деревни? Да, потому что забирали есть в Пятилетке место, которое как бы относилось, наверное, к Досаафу или что-то там. Там есть такая бетонная площадка, вот, в твердое покрытие. Которую можно использовать в качестве разворотной площадки. Да, 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 да. Но она находится, конечно, в конце улицы. И поэтому туда предлагали, но там нет павильона, потому что павильон школа не могла построить. Это не наша компетенция, это же с дорогой связано, с поселением связано, с решением. Вот там, к сожалению, не было павильона. Но там очень удобное было место для разворота. Но, к сожалению, жители пожаловались на то, что холодно ребятишкам. Сами ученики тоже негодуют. Они признаются, что остановочный пункт стал пристанищем для алкоголиков и бомжей. В таких условиях, особенно девушкам, очень опасно ездить в райцентр. Туда и обратно. Это неприятно, потому что бывают разные люди. Бывают мужчины, которые там начинают спрашивать, «А сколько тебе лет? А где ты живешь?» Это мега неприятно. Водитель, подъезжая на остановку, он стоит там несколько минут. То есть по времени он вполне бы успевал проехать, остановиться на тех остановках, которые ранее существовали. И дети бы там не мерзли в ожидании, когда он подъедет. И безопасность была бы обеспечена. Мучаются не только школьники, но и пенсионеры. Вряд ли они тоже просили администрацию прекратить подачу в село транспорта. Теперь многие ездят в Тюкалинск на такси. Сюда еще мы доплетемся как-нибудь. А туда-то вот. Вот мне надо в больницу, а я туда не дойду. Такси вызываете? А сейчас и такси к нам не хотят ходить. Вызываем такси, конечно. А сейчас такси, вот такая дорога, они не хотят ходить к нам. Так пенсии не хватит на все вызовы? Ну, понятно, что не хватит. А куда деваться нам? Вот сейчас и живем только вот на такси, да на таблетки. Вот эта пенсия наша и идет на лекарства. Обидно? Очень даже обидно. Очень даже обидно. Работали, работали. И вот теперь никакого внимания на нас. Оптимизация по просьбе жителей – это полный абсурд, говорят люди. И увлечают чиновников в безответственности. Те, в свою очередь, заняли удобную позицию и ждут, наверное, первого несчастного случая. Я полагаю, что жителям нужно определить место, где удобно автобусу подойти и всем согласиться с единым решением. Вот это самое правильное решение для родителей жителей села Пятилетка. Вы меня уверяете, что если это такое будет решение, тогда проблема будет решена? Я вас уверяю, что так было. До тех пор, пока родители не стали отказываться, не начали писать жалобу, что далеко ходить деткам туда. Мы возили и делали подвоз именно в этом месте. Прокуратура согласилась с доводами местных жителей и еще год назад вынесла предписание главе Красноусовского сельского поселения господину Желторылову. Однако до сих пор никаких мер не принято. Это ли не подтверждение того, что администрации Тюкалинского района наплевать на безопасность своих жителей?